Привет! Я Юлия Макгафи, главный редактор сайта НВ. И вместе с Мастеркард мы продолжаем вести дневники 72-го Каннского кинофестиваля. Вчера, 22 мая, здесь, в Каннах, был большой день для украинского кино и вообще большой день для Украины. В одном из двух основных конкурсов Канн в конкурсе «Особый взгляд» показали фильм молодого украинского кинорежиссера Наримана Алиева «Домой». «Украина в Каннах» — это уже давно не что-то из ряда вон выходящее. Украинские фильмы постоянно присутствуют в основных каннских программах, но обычно Украину представляет всемирно признанный, наверное, самый известный в мире украинский режиссер Сергей Лозница. И в прошлом году как раз его фильм «Донбасс» был триумфатором «Особого взгляда» и Лозница получил приз за лучшую режиссуру. И вот в этом году очень показательно, очень примечательно, очень важно, что Украину в одном из двух престижнейших конкурсов Канн представляет молодой украинский режиссер Нариману Алиеву всего 26 лет. «Домой» — это его дебютный полнометражный фильм. До этого он снимал только короткометражки, и поэтому он вместе с ним будет бороться за главный приз для дебютантов здесь, в Каннах, за «Золотую камеру», которая вручается за лучший дебют. И, например, «Золотая камера» уже есть у Джима Джармуша, «Золотая камера» есть у многих именитых режиссеров, которые начинали свой путь в большое кино здесь, в Каннах. Первый полнометражный фильм Алиева — это совершенно потрясающее, пронзительное, очень грустное род-мувио. Оно рассказывает историю крымского татарина Мустафы, который приезжает из оккупированного Крыма в Киев, чтобы забрать домой тело своего сына Назима, который погиб в зоне АТО в Песках. И вместе с младшим сыном Алимом, который учится в Киеве, на разваливающемся джипе с телом погибшего старшего сына на разложенных задних сиденьях, Мустафа отправляется домой, в Крым. Большая часть фильма снята на крымско-татарском языке, и это, наверное, тоже первый случай в Каннах, когда в украинском фильме, который представляет Украину, в одном из основных конкурсов с экранов звучит крымско-татарский. И отдельно хотелось бы отметить потрясающую актерскую игру Ахтема Сейтаблаева, который сыграл в этом фильме, Мустафу, отца. И, пожалуй, это его самая сильная роль. И если у меня спросят, удалось ли режиссеру донести свой месседж до западной публики, которая, в принципе, находится вне контекста, я скажу однозначно да. Если у меня спросят, произведет ли этот фильм впечатление на украинских киноманов и на украинскую публику, я тоже скажу однозначно да. Один из самых известных в мире журналово кино «Скрин» уже назвал картину Алиева очень заметным дебютом в Каннах, а также невероятно зрелой картиной для такого молодого режиссера. Ну а самого Наримана Алиева талантом, за которым, несомненно, стоит наблюдать. Украинский фильм уже купил один из главных сейлс-агентов в мировом кино. Это компания Wild Bunch. И, значит, отсюда, после Каннской премьеры, начинается его путь на экраны во многих странах мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова